Всем снова привет! Меня зовут Сергей Нагорный, и я продолжаю искать жилье. Сегодня я в Святушинском районе Киева, микрорайон, который называется Новобеличи. В этих краях я еще ни разу не бывал, но сегодня я сюда приехал для того, чтобы посмотреть на достаточно крупный комплекс, который называется Грюнвальд. Вот он уже здесь. Приехал я сюда от станции метро Академгородок за буквально 9 минут на маршрутке. Хотел на автобусе, потому что не люблю маршрутки, но, к сожалению, тут всего 2-3 автобуса ходит, и я не дождался, пришлось ехать на маршрутке. 9 минут, и вот конечная остановка практически возле самих домов находится. Прямо рядом с комплексом проходит 97-й автобус. Сразу же то, что бросается мне в глаза, здесь очень-очень тихо. Вот побывал я недавно в Парктауне, Гастомель, казалось бы, село, но там рядом оживленная трасса и постоянно такой шум от машин. Здесь, ну, как будто бы ты реально посреди леса. Я слышу только гул трансформаторной подстанции. Хотя вокруг микрорайон, жилые дома. Есть здесь и частные дома по соседству. Ух ты, вот это прикол. Кто-то построил себе панельный частный дом. Узнаете вот эти панели, из которых построены множество домов на Троещине или Харьковском массиве и тут на Новобеличах? Этот ЖК строит украинская строительная компания. Я еще с их объектами не сталкивался, поэтому, как минимум, интересно посмотреть, что они здесь построили, для того, чтобы понимать, что они будут строить в будущем. Украинская строительная компания или украинская будивельная компания. Год основания 1996-й. С 2010 года построено 5 домов и 9 домов в процессе строительства. Помимо ЖК Грюнвальд, в их портфолио есть такие комплексы, как ЖК Айхом, ЖК А12 на Олимпийской, ЖК Артпарк и ЖК А12 на Симоненко. Как видите, все они по дизайну чем-то схожи. Данный комплекс начали строить уже достаточно давно. Вот этот дом, самый первый, был сдан уже в 2012 году, то есть 7 лет тому назад. Изначально здесь планировали построить 6 домов, но в итоге еще решили увеличить количество до 7. Седьмой дом, самый последний, планируют сдать в первом квартале 2020 года, то есть через год. Забавно то, что данный комплекс позиционирует себя как бизнес-класс, исходя из вот этих табличек, но в интернете есть полно информации, что это все-таки эконом-класс. Такого разброса в классах я еще не видел ни в одном ЖК, так что вам сразу же вопрос на затравочку. Это эконом или бизнес-класс все-таки? Дело в том, что вот здесь между первой и второй очередью во дворе находится подземный паркинг. Правда, он еще, по-моему, не построен и не запущен. Также, если я правильно понимаю, то вот эта конструкция будет бассейном и фитнес-центром. Кстати, я немного запутался в территории комплекса. По генплану стало понятно, что то здание, которое я считал фитнес-центром и бассейном, на самом деле будет супермаркетом, и что подземный паркинг находится не под двором с площадкой, а будет находиться в соседнем дворе. А вот бассейн и фитнес-центр будут находиться как раз на нижних этажах нового, последнего дома. Дома второй очереди не имеют какого-то централизованного остекления, поэтому каждый стеклит как хочет, кто хочет вообще не стеклит. Но больше всего меня убивает вот такое жлобство. Никогда не понимал вот это желание увеличить свою лоджию буквально на 40 сантиметров только в верхней ее части. С кондиционерами тут тоже полный хаос, ни тебе коробок, ничего. Но, как говорится, настоящий бизнес-класс. При этом на верхних этажах что-то похожее на пентхаусы. Смотрите, вот есть такая стена, все вроде красиво-красиво, а потом, оп, и еще красивее стало. Вообще довольно разные дома у них какие-то получаются. Ну, разные цвета это такое. Первый дом вообще очень сильно отличается по стилю от остальных. Несмотря на то, что фасад дома выглядит вот так под кирпич, не обольщайтесь. Это просто вылитые бетонные блоки. То есть обычный панельный дом, но панели вылитые вот с такими узорами и также узорами под кирпичи, просто покрашены в оранжевый цвет. Это нечто похожее на то, как строит ЖК Новая Англия. Там у них свои какие-то панели, но тоже вот так вот под кирпич сделаны. Казалось бы, ну, чисто декоративные балкончики, но ничего там нельзя положить. Но наши люди найдут применение и таким балконам. Территория комплекса на данный момент ничем не закрыта, не ограждена, не охраняема. Возможно, только пока. Ну, а это самые новые дома. Один из них, не знаю какой, задержали по сдаче на два года или даже больше, чем два года. Инвесторы вообще хотели уже себя признавать пострадавшими от застройщика. Ну, а вроде, в конечном итоге, смотрю, ремонты делают, кондиционеры висят. Вот, кстати, зависелся здесь паспорт объекта. Написано, что проектировщик украинско-будивельная компания. Все, короче, данные, закинчение будивництва, третий квартал 2016 года. Напоминаю, сейчас первый квартал 2019. И если я правильно понимаю, то то, что обещали сдать в 2016, до сих пор еще официально не сдано. Не знаю, в чем дело. Сегодня очень теплый день, очень солнечный. Но вот когда я сюда приехал, здесь очень вепряно. Такой холодный, пронизывающий ветер. Вы это наверняка слышите. На первых этажах домов есть коммерческие помещения. Вот сывна хата, суши ленд, аптека. Здесь, на краю комплекса, возле леса, находится закрытая стоянка платная. Так что можно пользоваться и услугами, если там, конечно же, есть места. Представьте себе, насколько порзают здесь автовладельцы, что пришлось поставить полусферы на черте леса. То есть они тупо в лес заезжают парковаться. А вот она, последняя строящаяся секция ЖК Грюнвальд. Она всего десятиэтажная, насколько я понимаю. И по поводу технологии строительства. Очень-очень интересно. Написано, что монолитно-каркасное с заполнением керамоблоками. На самом деле, насколько мне удалось разглядеть, то здесь не монолитный каркас, а панельная технология. Я, конечно, не уверен по поводу конкретно вот этой секции. Может быть здесь таки монолит, заполненный керамоблоками. Быть может. Но другие дома я рассматривал в фотографии на том этапе, когда еще была видна технология. Там действительно вот панельный дом, вот там, где выливают обычно монолитом, он построен из панелей. Но не все стены, то есть некоторые стены таки, да, заполнялись керамоблоками. Очень такая странная комбинированная технология, которую я еще раньше не встречал на своем опыте. Утепляют эти дома пенопластом. Всего лишь делают пожарные пояса из минеральной ваты вокруг окон и других проемов. Кстати, работы на этом объекте абсолютно не ведутся. Ни одного человека, вообще ничего не происходит. Наверное, чего-то ждут. Вообще, очень странное решение построить здесь еще одну секцию. Явно они это изначально не планировали. И посмотрите, в какой ситуации оказались жители вот этого дома. Окна которых теперь выходят на стенку. Между ними, ну, буквально, ну, меньше 10 метров. Есть здесь и вот такие собачки вокруг. Жалко песика, конечно. Нельзя, конечно же, не сказать об вот этой лесополосе, лесопарке, которая находится прямо на границе комплекса. Погулять здесь есть где. Лес, деревья. Но, сколько же здесь мусора. Он реально очень засран. Здесь нет никакого благоустройства. Обычные грунтовые протоптанные дороги, которые на данный момент не грунтовые, а ледяные. Ну, да, мамы ездят здесь колясками, гуляют. Но, скорее всего, только в светлую пору дня. Потому что вечером тут наверняка очень мрачно. Ну, видите, какой здесь мусор. Никто не убирает. И вот здесь даже есть какая-то детская площадка. Площадка состоит всего лишь вот из такой какой-то поломанной горки, на которую уже без помощи родителей не забраться. Здесь нет никакой лестницы. Ну, и тут, наверное, были качельки. Они тоже поломаны. Знаю, сейчас некоторые из вас скажут, это такие, как ты, поломали, потому что катались на качельках. Да, мы вандалы такие, знаете ли, провокаторы-вандалы. Любим покататься на детских качельках. А это ближайшие спортивные тренажеры. Вот такие брусья. Я, кстати, таких тоненьких брусьев еще нигде не видел. И все, больше ничего нет. Кстати, вон в той стороне есть железная дорога. Я, правда, ее отсюда не слышу. Возможно, и не слышно ее. Но если бы я находился сейчас где-то повыше, то мы бы с вами увидели еще ПГТ Котюбинский и наверняка возвышающиеся там Атлант и Атлант-2. Они здесь очень недалеко, просто за деревьями не видно. То есть, в принципе, здесь и пешком можно до Котюбинского пройтись очень быстро. С озеленением здесь пока что все плохо. Не пойму, тут что-то пытались садить или нет. Но и с парковкой тоже пока что ее нет. Все паркуются вокруг домов, во дворах, ну где угодно. С еще одной стороны от комплекса вот такой объект за забором с колючей проволокой. Насколько знаю, там водонапорная насосная станция находится. Ну и еще какие-то объекты коммуникаций. Здесь в третьем и четвертом доме самые обжитые дома на данный момент. Ну, кроме первого. Конечно, на первом этаже очень много разных заведений и сушерии, и даже хипстер-хаус. Такие здесь мусорные урны и есть еще во дворе детская площадка. Подъезды здесь выглядят вот так. Такой плавный заезд пандус имеется. Лавочка в стиле лофт. И двери парадного стеклянные, все хорошо, консьержи есть, поэтому не смогу пройти внутрь. И камеры видеонаблюдения повсюду висят, тоже возле подъездов и на столбах. А вот так здесь обстоят дела с вывозом мусора. То ли у них все очень поздно выбрасывают елки, то ли они здесь лежат уже очень давно. По поводу коммуникации в этих домах, они здесь, конечно же, городские. Газ подведен только к первому дому, насколько я понимаю. Остальные дома имеют электрические плиты. Выгул собак, кстати, запрещен только на территории детской площадки. По поводу того, что на качелях не могут кататься 30-летние лбы, тут ничего не написано. Что можно сказать о детской площадке? Она покрыта вот таким слоем песка, достаточно уже грязного. Здесь множество оставленных детских игрушечек. Есть здесь и лавочки. Это, кстати, единственные лавочки на территории комплекса, которые я увидел. Ну, не считая вот ту лофт-лавочку под породняком. Ну и самое главное, вот этот игровой замок с потрепанным канатиком, с вытертыми всеми достками. Краска уже поблезла. В общем, очень печальная и унылая. Напоминаю, застройщик называет себя бизнес-классом почему-то. Ну и смертельный номер. Я намереваюсь присесть на эту качельку. И, о боже, она не сломалась. Это чудо какое-то. Ждем, когда ОМОН подъедет, чтобы меня выгнать отсюда. Как и говорил, здесь рядом есть такой небольшой частный сектор с самыми разными домами. От пошарпанных до достаточно дорогих. И я еще иду показать здесь очень интересное место. Да и сам посмотреть. Я его сам не видел еще. Не получится у меня особо хорошо рассмотреть. Короче говоря, вот эти здания относятся к психоневрологическому интернату для мужчин. И еще говорят, что это дом для престарелых. То есть, я так понимаю, это дом престарелых, интернат. При этом некоторые старички там немножечко уже с головой не дружат. Но при этом каких-то отзывов я не нашел в интернете, что это кому-то мешает жить. Они не буйные вроде бы. Никто их не выпускает в территории. И сами они тоже не сбегают. Поэтому, если не знать, то можно даже и не догадываться, что здесь рядом находится такое заведение. А вот и котик. Ставьте лайк за катана. Знаете, издалека мне дома комплекса даже напоминают ЖК Малахит от Интергалбуд. А все-таки проезжающие поезда по железной дороге слышно. Причем я сейчас далеко от комплекса отошел. И даже здесь хорошо слышно. Также неподалеку от комплекса торчит вот такая труба ТЭЦ. ЖК Грюнвальд находится в микрорайоне Новобеличи. Это недалеко от станции метро Академгородок. Наземным транспортом вот приблизительно таким образом можно сюда достаточно быстро добраться. Также неподалеку от комплекса расположена станция электрички Новобеличи. В связи с чем, конечно же, здесь рядом проходит железная дорога, которую довольно неплохо слышно. Также вот здесь в Катюбинском расположена станция теплопостачания Беличи. И вот в этом месте проходит линия электропередач, которую хорошо видно со спутника. Под ней находится гаражный кооператив. Ну и, конечно же, большая зона отдыха Беличи. Прямо на краю которой и находится ЖК Грюнвальд. По поводу самого ближайшего соседства. Здесь рядом частный сектор, обыкновенные жилые дома, также ЖК Сосновый Бор. С другой стороны водопроводная насосная станция Беличанская и Новобелический психоневрологический интернат для мужчин. Также рядом есть школа и киевская ПТУ строительства и архитектуры. Продуктовые магазины есть и на территории комплекса, и также рядом с соседними домами. Вот здесь можно увидеть продукты, АТБ. Также относительно недалеко от комплекса расположено много разных детских садиков, школ, детская поликлиника и взрослые клиники. Печально это все, при том, что цены у этого застройщика не сказать, чтобы очень маленькие. К сожалению, на территории комплекса я не нашел отдела продаж, то ли они уже все продали, хотя, насколько знаю, что еще нет. Либо они просто не хотят получать неудобные вопросы от инвесторов данного ЖК. Какова же цена на квартиры в данном комплексе? Те дома, которые уже введены и те, что обещаны сдаться в этом году, там уже все квартиры проданы. Остались квартиры лишь в самом последнем доме, который сдается через год. Там стоимость одного квадратного метра в однокомнатной квартире стоит 21 тысячи гривен за метр квадратный. Если же смотреть в сторону трехкомнатной квартиры, то там цена 19 тысяч гривен за метр квадратный. Подписывайтесь на мой инстаграм-аккаунт Ищу Жилье, там уже больше тысячи подписчиков. Я, как всегда, выкладываю фоточку, и вы всегда можете задать интересующие вас вопросы о ЖК, которые я посещаю. Сезон шапок подходит к концу, даешь очки. На самом деле сейчас переходной период, когда можно ходить и в шапке, и в очках. Солнце уж сильно слепит. Но да, уже близится-близится весна. Рядом хвоя. Это огромный плюс, насколько там безопасно вечером-ночью. Да, тут хвоя рядом, это действительно плюс. Тут большой лес в ту сторону и в другую сторону. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что здесь безопасно вечером. Лично мне самому было бы стрёмно тут ходить. Я уж молчу про девушек. У них были проблемы со сдачей последних очередей. Даже в житлоблуде отметили. Сейчас все ок. Ну, насколько я знаю, ну не совсем ок. В общем, кто действительно интересуется данным ЖК, вы прошерстите информацию. Очень много пишут об этих задержках. И насколько я вижу, то действительно работы пока что не ведутся. Насколько мне невидомо, в остальных чергах люди фактично живут у недобудовок с открытыми лифтовыми шахтами. Может быть и так хотел бы я на это посмотреть. Как обычно, высота потолка, цена рассрочка. Высота потолка в данных квартирах 2,75. Казалось бы, вроде бы дома еще и до конца не сданы, но консьержи уже сидят. Поэтому, сори, никто меня в этот комплекс не звал в гости. Отдела продаж нет, поэтому внутрь я никак не проникнул. И, честно говоря, я не особо расстроен по этому поводу, потому что даже то, что я вижу внешне, меня вызывает какое-то дикое разочарование и тоску. Как-то здесь все очень неблагоустроено. Мусор, запаркованные машины, хаотично выглядящие фасады домов, частный сектор. В общем, в сумме все это у меня восторга не вызывает. Плюс еще вот эти стрёмные заборы с колючей проволокой, завешанные всякой рекламой. Заборы здесь повсюду, с каждой стороны практически комплекса. И при этом тишина. Птички поют, но какая-то она здесь угнетающая, эта тишина. Как будто бы и людей много ходит вокруг, но все они очень тихие. Внешний вид домов, ну, такой, знаете, стандартный вид домов эконом-класса в Киеве на данный момент. Что касается вот этого первого дома, ну, такой, знаете, недобританский стиль, не знаю. Как мне кажется, здесь он абсолютно неуместен. Паркинг, который находится под двором, застройщик обещает сдать в третьем квартале этого года, 2019-го. А в третьем квартале 2020-го года где-то еще тут должен построиться супермаркет. В общем, еще какие-то обещания есть. Кто-то что-то планирует строить, но такое ощущение, что здесь уже давно все заморожено. В целом я не могу сказать, что ЖК мне понравился. Конечно, я внутри не побывал. Но, повторюсь, я когда смотрю комплекс, то, в принципе, иногда мне достаточно посмотреть, что снаружи, чтобы понять, что то, что внутри, мне уже неинтересно. Говорят, что отсюда можно дойти до метро минут за 25 пешком. Возможно, так и есть. Но, конечно, каждый день вряд ли кто-то будет ходить пешком. На автомобиле от ЖК Грюнвальд до центра города в час пик можно добраться от 50 минут, в лучшем случае, до 1 часа и 40 минут, в худшем случае. Как видите, нет проблемы от ЖК добраться до окружной. Ну, а далее все становится в пробку за счет огромного потока машин, которые едут со стороны Бучи, Ирпеня и так далее. Так что, даже если вам нужно всего лишь до станции метро Академгородок, в пробке постоять придется. Если же выезжать в 6 утра, то тогда дорога свободна и до центра города можно в худшем случае доехать за 35 минут, а в лучшем за 18. А так, по сути, это очередной комплекс, построенный на самой-самой окраине Киева. Да, недалеко до метро, да, лес рядом, воздух чистый, но, в принципе, это, наверное, самые-таки главные достоинства данного комплекса, что технология строительства, что благоустройство не впечатляют, мягко говоря. Поэтому я, конечно, посмотрел, выводы сделал, надеюсь, и вы сделали для себя какие-то выводы. И, пожалуй, поищу-ка я что-нибудь другое. Можете подумать о том, вот где бы вы купили себе квартиру. В каком-нибудь комплексе на Софийской Борщаговке или вот Парктаун в Гастомеле, или же здесь. Причем здесь даже дороже, чем в этих селах. Мне кажется, что здесь реально есть над чем подумать. Вам же, как всегда, спасибо за просмотр этого видео. Не забывайте влипить лайк, пишите свои комментарии. Но я прибыл к более оживленной части Новобеличей. Здесь уже и шум машин, и людей больше похоже на город. Но, кто не знает этот район, кто бросает камни в троещину, еще какие-то там борщаговки, Новобеличи, это, по сути, то же самое. Такие же уныленькие панельки. И с благоустройством здесь все точно так же. Сегодня достаточно короткое видео. Поделился тем, что увидел. Вы уж не серчайте. Увидимся в новых видео. Вы, главное, пишите, в какие комплексы мне еще стоит отправиться. Тем, кто советовал мне сходить в Грюнвальд, вам не зачет. Мне не понравилось. Советуйте ходить туда, где мне может понравиться. В общем, до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok